Ведущая передачи Уголовный процесс Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня нашим гостем является Альберт Анварович Хайдар, кандидат юридических наук, доцент, заместитель директора казанского филиала «Ранхит». Уважаемый Альберт Анварович, вы уже становитесь нашим постоянным гостем, очень любимым гостем, потому что освещаемые вами темы в журнале «Уголовный процесс» очень актуальны. Я бы хотела сегодня поговорить с вами на тему, которую вы опубликовали в четвертом номере журнала «Уголовный процесс» за 2023 год – отмена судебного штрафа в касационной инстанции по делам о преступлениях с формальным составом. В этой статье вы приводите статистику снижения прекращения уголовных дел и приводите доводы, почему снижаются, а также какие уровни контроля судебного существуют. Пожалуйста, расскажите несколько слов о статье, о примерах, о том, о чем вы публиковали в журнале. Спасибо большое, Софья, за приглашение. Всегда рад выступить на вашем YouTube-канале и прокомментировать актуальные вопросы, связанные с уголовным судопроизводством в Российской Федерации. Все верно вы сказали. Действительно, было подмечено, что в Российской Федерации за последние два года наблюдается серьезное снижение судебного штрафа. И это связано, как мне кажется, с позицией органов прокуратуры. Есть соответствующие ведомственные нормативные правовые акты, которые говорят о том, что прокурору необходимо более внимательно подходить к уголовным делам, которые направляются в суд со судебным штрафом и при решении вопроса о судебном штрафе уже в судебных стадиях. Ну и второй вопрос, который тоже освещается в статье, что в настоящее время есть некие противоречия относительно того, как поступать в судье в том или ином случае. Потому что, с одной стороны, вроде есть дела, где есть соответственный ущерб и так называемый прямой ущерб, когда есть потерпевший как физическое лицо, как юридическое лицо, и ему действительно необходимо возмещать ущерб, чтобы возникло так называемые условия для применения судебного штрафа. Но есть ряд уголовных дел, ряд преступлений, по которым прямого ущерба нет. Они, скажем так, с формальным составом. И вред наносится общественным отношениям, которые затрагивают интересы общества, затрагивают интересы государства. Яркий пример тому – это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконные вопросы 322 со значком, и ряд преступлений, ну и другие, которые в статье указаны. Транспортные преступления, по которым прямого ущерба как такового нет. И в данном случае люди перечисляли денежные средства в благотворительные фонды, в некие организации, которые так или иначе не связаны с теми преступлениями, которые они совершали. И в данном случае часть судей в настоящее время рассматривают направление подобных денежных средств как условия для применения судебного штрафа по уголовным делам с формальным составом. В ряде случаев судьи с этим не согласны и говорят о том, что, прямо указывая в судебных решениях о том, что направление денежных средств в тот или иной фонд никак не может компенсировать тот ущерб, который был нанесен интересам общества и государства по делам с формальным составом. Альберт Анварович, я на секунду вас прерву и вернусь к предыдущему тому, что вы сказали. Вы говорите о том, что приказами в своей статье, вы говорите о том, что приказами генерального прокурора от 2021-2022 года, данные приказов вы приводите в статье, регламентируется позиция прокуратуры в случае вынесения следствием ходатайства о прекращении уголовных дел по 76 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, на что прокурорам следует обращать внимание. И из этого сформировалась тенденция о снижении указанных дел, так как, подходя более тщательно к соблюдению законности, в том числе и по уголовным делам с формальным составом, прокуроры не дают согласия на прекращение таких вот дел. Правильно я понимаю? Все верно, но при тече еще к этим приказам генерального прокурора были выступления генерального прокурора Российской Федерации, который с трибуны четко заявил свою позицию относительно того, что необходимо более тщательно подходить. Но ведь это действительно так. Я с позиции генеральной прокуратуры полностью согласен, как ученый, потому что, ну, как можно применять по 264.1 судебный штраф, если потом ему нельзя назначить наказание в виде запрета управления транспортным средством? То есть здесь получается, как бы, ну, если уж говорить прямым текстом, как будто подмена правосудия. Ведь лица, которые всего лишь уплачивают судебный штраф, они же фактически не являются судимыми, и назначить дополнительное наказание им невозможно. Да, ну, и в статье приводится ряд других, скажем так, дел, связанных с коррупцией на снижение соответствующей. Как можно назначать судебный штраф по коррупции? Ведь в данном случае генеральная прокуратура абсолютно права, поскольку люди, которые назначают людям, коррупционерам, которые назначают судебный штраф, они являются несудимыми, и это не является препятствием для занятий соответствующих должностей. Таких примеров, которые сейчас мы разобрали, их, ну, можно продолжать дальше. Альберт Анатольевич, готовясь к сегодняшнему нашей встрече, я проанализировала сайт Верховного суда, и мне на обозрение попалось конституционное определение Верховного суда от 23 августа до 22 года. В этом определении говорится о том, что по представлению генерального прокурора было рассмотрено уголовное дело, прекращенное с применением 76 прим. 2, где подозреваемый подозревался в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Именно коррупционное преступление. И суд первой инстанции прекратил уголовное дело с применением судебного штрафа. Апелляционные и конституционные инстанции с указанным решением согласились. И только после того, как дело было рассмотрено в Верховном суде по представлению генерального прокурора, который указал, что действие, которое выполнил подозреваемый, как он считал, направленный на возмещение и заглаживание вреда, не приводит к таковому. И Верховный суд, рассмотрев дело, а также с учетом личности подозреваемого, отменил приговор, отправил дело на новое рассмотрение. Аналогичные случаи, о которых вы говорите, также были и в 1922-1923 годах, и они набрали огромную тенденцию, когда по представлению генерального прокурора отменяется решение о прекращении уголовных дел, которое прошло в 3 судебные инстанции, апелляционную и конституционную. Например, уголовное дело номер 2 УДП-22-2КЗ от 10 марта 2022 года. Генеральный прокурор обратил внимание на то, что судом не учитаны должным образом данные о личности подозреваемого, потому что подозреваемый, в отношении которого уголовное дело прекращено по части 1 статьи 318, до этого неоднократно привлекался к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора. А также, что для меня стало очень удивительным, был ранее осужден за оскорбление представителя власти, инспектора ДПС. Но ведь у нас прекращение по 76 Прим-2, возможно, только в отношении лиц, ранее несудимым. А если же судимость снята или погашена, то лицо считается несудимым. И вот такое вот дело было рассмотрено в Верховном суде, но для меня оказалось довольно интересно. Огромное количество примеров, которых вы привели в своей статье, говорит о том, что наметилась именно вот такая тенденция к тому, что суды будут отказывать. А если даже суды и выносят решение, не исследовав данные о личности, не исследовав данные о преступлении, не исследовав возможные варианты заглаживания вреда и как они фактически относятся именно к заглаживанию вреда, причиненному указанным преступлением, именно той категории преступлений, к которой относятся совершенное деяние, то даже Верховный суд будет отменять решение по прекращению уголовных дел, в том числе небольшой и средней тяжести. Хорошо, Сафи, все понятно. Я хотел сказать, что вы очень хорошо подготовились до отличного решения Верховного суда Российской Федерации. Я, признаюсь, даже представить не мог, что подобные дела доходят сейчас до Верховного суда Российской Федерации, потому что я остановился на уровне окружных конституционных судов. Но ваши примеры, они прямо в продолжении, собственно говоря, моей статьи идут. И еще раз доказывает позицию о том, что прокуратура заняла достаточно принципиальную позицию по вопросу судебного штрафа. Но ведь, ну, как вы говорите, мы можем продолжить обсуждать вопросы по назначению судебного штрафа формальным составом и вообще судебного штрафа. Ведь действительно, человек, которому назначается судебный штраф, он же ведь опять считается несудимым. И фактически еще раз может быть к нему применен вот этот вот судебный штраф. И подобные примеры в судебной практике имеют место быть несколько раз. То есть правосудие ведь, оно направлено на что? Чтобы в дальнейшем человек не смог совершить аналогичные деяния. А если лицо продолжает управлять травмственным средством, если оно продолжает находиться на своем должностном положении, на своей должности, оно может продолжить совершать соответствующие преступления, аналогичные преступления, которые совершал ранее. Тогда подобными решениями, возможно, не совсем достигается цели правосудия в этой связи. Может быть, и с этим связано настолько серьезное снижение по применению судебного штрафа. Поскольку в данном случае ведь мы забываем о том, что соответствующее решение, приговор, имеет очень сильную профилактическую функцию. И не позволяя дальнейшему лицу продолжать заниматься преступной деятельностью. В последующем могут применены быть различные институты уголовного права к лицу, который, допустим, совершил преступление, что в его действиях уже может быть там, допустим, ну я к примеру приведу, допустим, институт рецидива. И в последующем это всяческим образом будет направлено на то, чтобы оградить от совершения новых преступлений. Но вот судебным штрафом здесь не все так, скажем так, очевидно. Надо понять мою позицию правильно. Я не против судебного штрафа. Это очень хороший институт в том плане, если мы говорим об освобождении от уголовной ответственности действительно лиц, которые попали в какую-то сложную жизненную ситуацию, которые совершили преступление небольшой и средней тяжести, впервые действительно столкнулись с правоохранительным нормой, действительно его можно использовать. Он действительно носит очень хороший такой заряд, положительный, для лиц, которые только попадают в орбиту уголовного судопроизводства, но по ряду преступлений я действительно полностью согласен с позицией Генеральной прокуратуры о применении судебных штрафов по коррупционным преступлениям, по преступлению 264.1, по преступлению в отношении половой свободы несовершеннолетних, там, где есть жертвы даже преступлений по неосторожности, когда лицо уже невозможно вернуть. Даже в этом случае был судебный штраф. Конечно, нужно подходить избирательно. И вместе с применением судебного штрафа мы не должны терять вопросы, связанные с осуществлением правосудия в полном смысле, так как мы традиционно понимается это понятие. Вот что я хотел сказать, София. Я понимаю. Ну вот, например, по преступлениям, связанным с ДТП. Я читала одно из решений касации, когда ДТП было совершено мужем, в результате которого пострадавшей стала супруга. И она писала неоднократно следствию и в суд, что она желает прекращения уголовного дела или с применением судебного штрафа, или с примирением. Потому что он прекрасный отец, он единственный добычек в семье. Но суды ей в этом отказали. Поэтому у нас тоже все очень неоднозначно. И действительно, в первую очередь нужно подходить к составу преступления, какое оно было совершено. А во вторую очередь к позиции потерпевшего. Даже если потерпевший является не государством, а физическое или юридическое лицо, позиция потерпевшего должна учитываться в любом случае. Хочу привести еще один очень интересный пример, найденный мной на сайте Верховного суда. Конституционное определение 13 января 2022 года. Постановлением районного суда было прекращено по 7.6.2 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении подозреваемого. В конституционном представлении заместитель генерального прокурора указывает, что прекращая уголовное дело, суд первой инстанции не рассмотрел данные о личности. И только в апелляцию уголовной инстанции были рассмотрены подробно данные о личности. и было указано на инвалидность подозреваемого, наличие заболеваний и легкую степень умственной отсталости. Однако, согласно комплексной судебно-психологической и психиатрической экспертизы, сам подозреваемый по своему психическому состоянию, с учетом выявленного у него низкого интеллекта и эмоционально-волевых расстройств, нуждается в применении к нему амбулаторного лечения. Однако, прекращение уголовного дела не позволило суду назначить такую меру, как меру медицинского характера, в результате чего он ушел от уголовной ответственности, был освобожден от уголовной ответственности, при этом он стал опасным как для себя, так и для окружающих, с учетом его особенностей личности. Указанное дело было рассмотрено в Верховном суде, Верховный суд отменил постановление о прекращении и вернул дело на новое рассмотрение. Здесь опять-таки сконцентрировано внимание на личности подозреваемого, которому применялся судебный штраф. Понял вас, хороший пример. В данном случае я вот еще хотел сказать, вы очень хорошо знаете уголовный процесс и связанные положения с судебным штрафом. Вы в первой части своего выступления сказали, что судебный штраф действительно применяется без учета позиции потерпевшего. К сожалению, УПК забыл у нас указать, что нужно получать согласие на судебный штраф у потерпевшего. Вот с этим я тоже в полной мере согласиться не могу, потому что, ну вот возьмем даже особый порядок. Ведь там же нужно при согласии обвиняемого с предпринимательным обвинением, там тоже нужно согласие потерпевшего. И в данном случае ведь он тоже, скажем так, хочет поддерживать обвинение в этой связи. А у него не получается, и лицо фактически уходит от уголовной ответственности. Применяется судебный штраф. Я все-таки думаю, что в этой связи позицию потерпевшего лучше бы, конечно же, чтобы суд слышал и чтобы внесли соответствующие коррективы для применения судебного штрафа. Поскольку ведь затрагивается в ряде случаев, если речь идет о потерпевшем, его интерес. И второй вопрос. Действительно, ну как уже мы с вами говорили, обсуждали, что если применяется судебный штраф, многие институты уголовного права, в вашем примере это ярко видно, невозможно применить. Понятное дело, что если применяют судебный штраф, лицо не является судимым и применить соответствующие меры медицинского характера в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации не представляется возможным. Безусловно, здесь я только могу согласиться, как ученые с позиции суда, относительно того, что было необходимо изучить личность в целях предупреждения совершения новых преступлений. Ну вот, не конкретно в этом примере, либо в этом примере необходимо применить соответствующие меры медицинского характера. Да, такое случается, что в ряде случаев выносятся те или иные судебные решения без учета личности подсудимого. Ну, я надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки как-нибудь дождемся нового постановления Пленума Верховного Суда, который бы разъяснил порядок применения 76 прим-2 для всех, для судов, для государственного обвинения, для защитников. И чтобы было более детально регламентировано возможности его применения, потому что старый Пленум, конечно, существует, и, конечно, мы им руководствуемся, но все-таки определенные моменты, которые вы сейчас озвучили, остались за рамками указанного Пленума. Я благодарю вас за столь состоятельную беседу и вообще очень благодарю за те темы, которые вы публикуете. Они настолько наболевшие, они настолько интересные, они настолько проблемные, что очень хочется вас приглашать в дальнейшем для таких обсуждений. Спасибо большое, София. Всегда рад выступить на вашем канале. Все, благодарю вас, уважаемые зрители. Еще раз говорю, что статья Альберта Анваровича Хайдарова была опубликована в журнале «Уголовный процесс» номер 4 за 2023 год с конкретным приведением норм закона, приказов генерального прокурора, а также касационных решений судов. Благодарю вас и до новых встреч. Спасибо и вам, София. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»